Педро Альмадовар уже давно считается лучшим испанским режиссером современности, но в этом году он решил вновь доказать, что такой громкий статус – не пустые слова. Ведь следующий год для него обещает быть богатым на престижные награды. Свою последнюю 21-ю работу, драму «Боль и слава», он уже показал в Каннах и Венеции. На Венецианском кинофестивале его наградили почетным «Золотым львом» за вклад в кинематограф. На кануне премьеры в Торонто стало известно, что Испания выдвигает «Боль и славу» на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А значит, у Альмадовара появился шанс получить третий «Оскар». «Я безумно счастлив. Мы очень этого хотели. Знаете, с некоторыми фильмами иногда ленишься, но с этой картиной нужен был такой шаг. Мы рады, что Академия выбрала нас. Мы будем бороться за номинацию на «Оскар». «Боль и славу» называют самой личной работой Альмадовара. По сюжету стареющий режиссер переживает кризис, как творческий, так и личный. Пытаясь снять новый фильм, он погружается в самые интимные и далекие воспоминания. Кажется, только ленивый не сравнил этот сюжет с восемь с половиной «Феллини». Сам Альмадовар не скрывает, что многие моменты для фильма он позаимствовал из личной жизни. Поэтому на главную роль он мог позвать только любимого актера Антонио Бандераса. Ведь именно Альмадовар открыл когда-то актера кинематографу. Мы с Антонио очень близкие друзья, так что он был в курсе всех тех событий, о которых говорится в фильме. Он снялся в пяти или шести моих картинах. Он лучший вариант моего настроения. Кинокритики не скупятся называть картину лучшей как в карьере Альмадовара, так и Бандераса. Актер признается, что несмотря на многие годы дружбы с режиссером, на съемочной площадке он по-прежнему волнуется и каждый раз старается произвести на него впечатление, как на первых пробах. Я очень обрадовался, когда Педро предложил мне эту роль. Он мой друг, друг, который доверяет мне. Это была моя первая реакция. Но потом меня охватил приступ паники, потому что Педро иногда может быть жестким и очень требовательным. У Бандераса в Торонто насыщенная программа. Помимо боли и славы, на фестивале он также представляет американскую картину – драму Содерберга «Прачечная». Последние 20 лет Бандерас отдавал предпочтение Голливуду, но кажется, сейчас он готов изменить свой выбор. С тех пор, как я вернулся обратно в Европу, я больше не чувствую давления Голливуда. Это не означает, что я там больше не работаю. На фестивале я также представляю картину «Прачечная». Это голливудский проект. Но сейчас я все-таки больше заинтересован в европейском кино. Боли и слава может показаться завещанием Альмадовара, но об уходе из кино речи не идет. В интервью «Настоящему времени» режиссер поделился подробностями своего следующего фильма. Я работаю над адаптацией пяти коротких историй одного американского писателя. Сейчас заканчиваю первый черновой вариант сценария, но финальная версия займет еще какое-то время. Альмадовар планирует начать съемки в следующем году, но пока у него впереди длинная красная дорожка, которая, он надеется, в результате приведет к Оскару. Карина Бафраджан, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Торонто. Субтитры создавал DimaTorzok